Оркестр А если что-то непонятно, у каждого экспоната стоит человек в форме, который досконально знает технические характеристики объекта. Армия 2020 в Севастополе проходит во второй раз. Посещают военно-технический форум и почётные гости – представители правительства и законодательного собрания, командующие Черноморским флотом. Сегодня идёт активное перевооружение армии и флота. И демонстрируемая на форуме новейшая техника и вооружение, в ближайшем будущем начнут поступать вооружённые силы страны, в том числе и на Черноморский флот. Впервые в рамках форума создан кластер военно-морского флота. Там будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, образцов морского, подводного и ракетно-артерийского вооружения. Вся мощь армии, военно-техническая основа нашей армии представлена здесь. Более ста единиц техники. Невероятные динамические представления всей мощи армии. Я хочу пожелать каждому из вас прочувствовать всю мощь и значимость для нашего города и для страны в целом армии. Армия. Демонстрация боевых возможностей современной военной техники и вооружения. Показательные выступления – это действительно настоящий праздник для севастопольцев и для гостей города. Это триумф российской армии. А посмотреть гости форума могут не только на выставочные образцы военной техники. Можно и увидеть ее в действии. Самая зрелищная часть армии 2020 Севастополя – так называемый динамический показ. В программе демонстрация боя разведгруппы с незаконными вооруженными бандформированиями. Не менее, а может и более зрелищная часть динамического показа – полоса препятствий, которые проходят танки. А на обратном пути они становятся вровень и едут на перегонки. Часто ли вы можете увидеть гонки на танках? Если на параде в честь Дня военно-Москового флота обычно устраивают вальс буксиров, здесь вниманию зрителей – вальс рыси. Словно в ритме этого танца кружатся четыре бронеавтомобиля. А после столь впечатляющего танца на колесах вновь страдают плохие парни. Теперь разведгруппа берется за уничтожение базы боевиков. Террористы пытаются сбежать на автомобиле, но ничего не выходит. На динамическом показе задействовали вооружение 810-й отдельной бригады морской пехоты, армейского корпуса Чайноморского флота, танки Т-72Б3, бронетранспортеры, береговой ракетный комплекс «Бастион», разведывательные машины «Тайфун». Это наиболее показательные элементы в действиях войск, как в повседневной жизнедеятельности, так и в боевой обстановке. Как правило, террористы – это высокодисциплинированные и очень подготовленные люди, которые готовятся в отдельных лагерях, способные на высокие показатели в бою. Поэтому мы показали, что наш личностал подготовлен не хуже, а даже лучше и способен оказать реальное противодействие мировому терроризму. Парк «Патриот», который и стал главной площадкой для проведения форума «Армия-2020», создали в 2019 году. С тех пор парк постоянно и непрерывно развивается. Появляются новые территории, экспонаты техники. У руководства грандиозные планы. Эти площадки, они дальше подлежат развитию. И они будут дальше наращиваться, как вот кластерами, такими небольшими. И там будет выставляться все больше и больше новой техники. Это позволит, с одной стороны, молодежи ознакомить с новыми видами вооружения, а с другой стороны, позволит родителям их похвастаться, что когда-то они, возможно, сидели за рулем этих машин. Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить в течение трех дней, вплоть до 29 августа. Ежедневно гостей мероприятия ждут световое и файер-шоу. Выступления Пьера Нарцисса, группы «Премьер-министр», динамические показы. Финальный день должен стать самым зрелищным. Зрители увидят демонстрацию возможностей авиационной техники. Светослав Данилов, Деливир Меджитов, Новости Севастополя.